This conference will now be recorded. Особенно в сфере IT быстро меняется, и важно владеть актуальной информацией о состоянии вашей отрасли. Сегодня с нами на вебинаре Михаил Кузнецов, технический директор группы компании «Генезис Знаний». И сегодня мы с Михаилом обсудим, какие новые технологии продвигаются на IT-рынке, какие есть типы заказчиков, какой минимальный набор ключевых навыков необходимо иметь разработчику, и как формируется карьера разработчиков на рынке. И пока мы с вами собираемся, я вам скажу несколько слов о нашем учебном центре, а вас попрошу в чат написать, на какой стадии сейчас вы в сфере разработки. Например, нолик, если вы только ориентируетесь в этой области, только выбираете для себя, в какое направление пойти. Единичку, если вы уже учитесь и какое-то направление для себя выбрали, тогда можно написать какое. И двоечка, если вы уже где-то работаете, и какой-то уже трудовой стаж у вас есть. Итак, что можно сказать про учебный центр «Специалист»? Мы на рынке образовательных услуг уже более 30 лет. У нас обучили уже более 1 миллиона человек. У нас более 60 учебных классов и очень большая линейка курсов по разным направлениям. Так как мы достаточно давно обучаем людей, мы понимаем, что важно поддержать наших слушателей на разных этапах такого карьерного развития. От ориентировки до выхода на рынок труда. И сегодня у нас такой ориентировочный вебинар. Также мы учитываем в ходе обучения, что работодателям сейчас важны в специалистах именно навыки, чтобы у вас после курсов был сформирован навык. Для этого во всех наших дипломных программах, во всех наших курсах мы ориентируемся именно на развитие этих навыков, чтобы вы выходили уже умея делать что-то в той сфере, которую вы для себя выбирали. Далее, когда вы устраиваетесь на работу, важно правильно себя презентовать. Есть для этого у нас отдельный вебинар бесплатный. Пожалуйста, записывайтесь 3 декабря, ближайший, если кому-то актуально. И есть у нас для наших слушателей бесплатные консультации по трудоустройству. Также можно записаться. Периодически у нас есть различные карьерные мероприятия, где мы приглашаем таких практиков из различных отраслей. И также есть у нас специальные каналы с вакансиями. Так как мы учим не только физических лиц, но и выполняем заказы крупных компаний, часто эти компании с радостью ждут наших выпускников, потому что они уже убедились на практике, что специалисты у нас выходят с хорошим уровнем подготовки и с радостью готовы к себе часто брать наших слушателей на какие-то стартовые позиции, на стажировки, либо уже тех, кто повысил свою квалификацию и является таким опытным работником. Итак, я смотрю в чат, кого сегодня у нас собрались разного уровня слушателей. Я думаю, что всем будет интересно. Михаил, наверное, и для вас тоже какая-то информация по тому, какие направления у нас слушатели собравшиеся изучают. Пожалуйста, кто подошел в процессе, напишите в чат нолик, если вы только на этапе ориентировки находитесь, единичку, если вы что-то изучаете, тогда напишите, что. И двоечку, если вы уже где-то работаете. Сейчас хочу передать слово Михаилу Кузнецову. Михаил, вы с нами? Добрый день, дорогие слушатели. Ага, да, вот вы. Так, слышно? Слышно, видно? Вашу презентацию вижу. Отлично. Сегодня у нас нетиповой для меня вариант презентации. Презентация больше в форме какого-то аналитического отчета. Аналога в таком прямом виде я не встречал. Поэтому мы на вас будем пробовать. Очень специфический формат, который, надеюсь, будет очень вам полезен. Момент второй. В ходе презентации довольно много будет дано в устной форме. Поэтому если вас что-то заинтересовало, пожалуйста, возьмите ручку и блокнот. Или где-нибудь там себе сделайте пометки. Почему? Потому что, как правило, на слайде отображается только основная мысль. А какие-то детали и самое вкусное проговариваются. Потому что в противном случае презентация становится не 10, 20, 30 слайдов, а она уходит далеко за сотню. Рекорд на моей памяти был около 500 слайдов. Все взволи и никто ничего не понял. Поэтому, когда у нас говорят люди о том, что я хочу приобщиться к программированию, пойти на курс, все видят красивые картинки. Со всех сторон говорится о том, что разработчики получают какие-то бешеные деньги. Но у этой красивой картинки есть масса оттенков и даже оборудованная сторона медали, которая не очень красивая. Поэтому давайте, наверное, начнем. Технологии и тренды. Это очень важный раздел. Почему? Потому что очень многие люди, которые только приходят в профессию или повышают свою квалификацию, не могут бессмысленно изучать то, что есть сейчас и то, за что платят деньги сейчас. А в идеале, схватив базис, нужно переходить к изучению того, что будет завтра. Поэтому я постараюсь основные тренды рынка коснуться и чуть-чуть технологические части. Значит, упрощение и делегирование. Разработчик сейчас сильно уменьшился в своем функционале. То есть, если раньше вам нужно было знать, как развернуть свое приложение, как настроить там все подсистемы базы данных и так далее, как сделать там контейнеры, как сделать скрипты деплоя, то сейчас все это потихонечку приходит в норму. Вы пишете код, деплоем и настройкой занимается sysadmin devops, проектированием занимается выделенный архитектор, и темлит решает все ваши основные задачи административного плана. Такая структура встречается в западных проектах. В России она долгое время игнорировалась. То есть, вы приходили на проект, и вы занимались абсолютно всем. Вот все, что вам дадут, вот вы этим занимаетесь. Сейчас частично это ушло в автоматизацию. То есть, если вам нужна, например, там база данных каких-то гигантских размеров, не вопрос, вот Google Bigtable вы там можете терабайтами хранить. Вам нужна какая-то быстрая аналитика, что-то там быстренько посчитать на большом объеме данных. Пожалуйста, вот вам Облако, Kafka, Spark, Airflow, куча всяких инструментов для процессинга EBI. Нужен веб-сервис, открыли Spring MVC или другие библиотеки, и у вас буквально за 5 минут готов веб-сервис, который хотя бы скажет «Привет». Вот, поэтому написание базовых вещей проходит гораздо легче. Вы больше сосредотачиваетесь на том, что вы пишете, как быстро вы пишете. И очень многих компаний, они наконец-то узнают о том, что в среднем команде по Java, например, в рекомендациях еще компании Sun Microsystems, есть 9 ролей. И что у человека, который занимается разработкой, кодер, у него очень конкретная роль. И он не чинит чайники, не бегает там почту, ничего. Вот, слава богу, это приходит команда. Особенность текущей ситуации на рынке в том, что компании сейчас очень опасаются инвестировать деньги в новые библиотеки, в новые инструменты, в новые подходы и методологии. То есть все сейчас скатилось в такой консервативный, то есть все сделали шаг назад. И максимум, что сейчас имеет хоть какой-то там тренд на развитие, это облачные провайдеры с их облачными инфраструктурами. Здесь можно выделить, что у нас в России наконец-то оформилась в качестве приличного решения Яндекс.Клауд. Появился Клауд Узбера, но он там специализируется на машинном обучении и финтех-сервисах. И в историю с облаками сейчас очень активно идет Mail.ru. Но у них есть специфика. Облака специализируют под игровые проекты. То есть там будут игровики в основном. Это основной их заработок, то есть реклама, сервисы и так далее. Поэтому то, что вы изучаете сейчас, то, почему есть книги на полках магазинов и так далее, поможет вам заработать деньги в ближайшие пару лет. После этого ситуация резко поменяется. И я надеюсь, что вот этот разрыв в циклах обновлений программного обеспечения и инструментария, он все-таки вернется на свое расписание, и мы увидим новые разработки. Пока же сейчас доминирующие у нас среди бэкэнд-разработки. Это Spring с различными интеграциями, это Hibernate и все остальное. Поэтому у нас точно такой же стэк, как пять лет назад, по сути. То есть основные сейчас игроки немножечко притормозили в развитии своих разработок. Тренд номер три – дешевые сотрудники. В 2020-м случилось то, что не ожидал никто. Случилось резкое повышение спроса на IT-персонал. Просто феноменальный. Выгребли абсолютно всех. Причина, почему это случилось. Перед 2020-м годом целый ряд крупных игроков вроде Сбера, Яндекса и Мейла к сожалению, решили практически одновременно поработать над своими инфраструктурами. Почему? Потому что их инвестиционные портфели, к сожалению, довольно сильно просели. Рынок ценных бумаг, где они раньше зарабатывали деньги, хоть и поднялся, но при этом очень волатильный. Риски для них неинтересные. И Сберна в этом фоне в качестве локомотива сказал, что они хотят получать 30-40% своей прибыли из своей инфраструктуры. В результате до гигантских размеров вырос Сбертех. Ему попытались вслед в этот же паровоз запрыгнуть Альфа-банк, ВТБ и еще несколько игроков. К великому сожалению, это привело к тому, что они выгребли всех специалистов даже в самых отдаленных регионах. Дошло до смешного. Мы собеседовали человека из Иркутска. Это крайний город, в котором еще комфортно заниматься удаленной работой из синхронизации команд с Москвой. Дальше уже тяжело, на что у вас там получается, что вы не пересекаетесь в течение рабочего времени. И этот человек сказал, что, ребят, вы прекрасны, уникальны и так далее, но у меня оффер от Сбера на сумму почти в три раза превышающую вашу. Он не смог пройти испытательный, опыта не хватило, но факт в том, что он отклонил нашу первоначальную оффер. Что нас ожидает в 2021 году, в финале? Во-первых, у нас бурный рост проектов практически во всех отраслях. Кто-то из конкурентов текущих игроков не справился в 2020 году и не смог нормально подготовиться к росту бизнеса в 2021 году. Как итог, сейчас во многих сферах идет передел рынка и идет, собственно говоря, он почти завершился. Слабые умерли, а сильные стали еще сильнее. Из приятного это то, что у нас снова появились инвестиции в эти секторы. То есть в последний раз такое у нас случалось почти 7 лет назад, когда китайцы активно вкладывались в мобильные сервисы и проекты. Потом у нас был прекрасный 2014 год, где все это обвалилось. И поэтому мы сейчас испытываем такую небольшую эйфорию на рынке, что появляются новые деньги. В 2022 году очень интересная ситуация нас ждет. Во-первых, мы из-за недостатка разработчиков вынуждены их активно импортировать. То есть у нас Минэкономразвитие делает специальные программы, по которым можно получить трудовую визу жителям СНГ гораздо проще. В частности, есть целевая программа по завозу людей, большие интеграторы из Казахстана. Об этом совсем недавно только стало известно. Первые ласточки, я так понимаю, уже случились. В ряде регионов чуть-чуть просели ценники, но там их не так много, поэтому я думаю, что это создаст очень кратковременный эффект. И следующая интересная тема, она связана с мотивацией персонала. То есть долгое время дополнительной мотивацией персонала было наличие каких-либо медицинских страховок, каких-нибудь там крутых курсов, чего-то там еще, еще, еще. Вот. И в некоторых компаниях вот эти вот клюшки достигали примерно 20% от зарплат сотрудника. Это довольно много. Вот. В связи с карантинами и так далее, большинство из этих бонусов стали невозможными. Выплачивать бонус деньгами компаниям невыгодно, потому что они и так уже на грани своей рентабельности. Вот. То есть получается, что сотрудники растут в цене, но при этом сумма контракта, к сожалению, не пересматривается. Поэтому нас ждут интересное ралли. В 2022-2023 году ожидается, что пойдет спад финтех найма. То есть банки выстроят уже основную часть инфраструктуры и начнут работать уже в поддерживающем режиме, потому что бесконечно инвестировать в инфраструктуру и сервисы они не могут. То есть они, по оценкам ряда специалистов, укрутся в какую-то первую, как бы сказать, ступеньку. Когда основные, самые выгодные и денежные регионы уже будут покрыты сервисами, и банку нужно будет задуматься о получении прибыли. Поэтому я думаю, что у нас ценники либо стагнируют, либо пойдут немножечко вниз в следующем году. Вендорские инструменты. Лет 10 назад вы не смогли бы получить нормальной работы, если у вас не будет минимального набора сертификатов. Сертифицироваться предлагалось буквально на всем и все. И сразу доходило до смешного. Люди сертифицировали знания SQL на курсах Oracle, причем базового SQL. И по рынку ходило огромное количество людей с вот этими entry-level сертификатами. Они тратили на это серьезные деньги, то есть доходило до 500 долларов за сертификат. Но, к сожалению, это не помогало им устроиться. Вот. Сейчас ситуация упростилась. То есть большинство новых проектов начинаются практически без вендорского программного обеспечения. То есть вам не обязательно покупать дорогой базовый Oracle, вам не обязательно покупать сервера и сервисы компании IBM, вам не обязательно покупать консалтинг по целому набору продуктов компании Microsoft и так далее и тому подобное. То есть большинство команд сейчас обходится без сертификации. Это привело к тому, что на тендеры стали появляться компании среднего и маленького размера, которые физически не могут себя обеспечить сертификатами. И эти компании нанимают людей очень активно. Вот. Поэтому это прям замечательная новость. И я вижу, что тренд на уменьшение доли вендорских экосистем идет все дальше. Ну, единственное, там он заменяется частично на экосистемы уже облачных провайдеров. Вот. Об этом говорил в стране номер один. Вот. Но этот тренд у нас пока еще не настолько явно прорисовался. Какие у нас игроки есть на рынке? Когда спрашивают, куда бы вы хотели идти, из чего бы вы хотели начать свою карьеру, всегда нужно посмотреть на то, что есть на рынке. И понимание основных игроков и их целей вам очень сильно поможет в выстраивании. Об этом мы коснемся позже. Там прям будет такой классический родмэп для карьеры разработчиков. Сайт, упомянутый внизу в подписи, это реальный сайт. Он хостится на Украине. Вот. И одна из особенностей этого замечательного сайта, что через него сливают кучу компромата и забавных историй из жизни разработчиков в различных компаниях. Часто получается довольно жестко. Но знание подобных историй, к сожалению, необходимость. Интеграторы решений. Раньше эти компании занимали примерно 80% рынка труда и потребляли людей из регионов. То есть это основная бизнес-модель была, что они привозили человека из региона. Первые пару лет жестко его использовали и потом радостно отпускали его в другие компании. Из плюсов подобной схемы то, что человек очень быстро учился и подтягивал свои знания. У них очень хорошо выстроены процессы разработки. Причем экономика каждого проекта очень хорошо просчитывается. И ввести интегратора в минус по проекту и по договорным обязательствам практически невозможно. Для клиента это тоже огромный плюс, потому что вы хотите, например, сделать проект, вам нужны ребята на фронт, ребята на бэк, на серверную часть. Вам нужны какие-нибудь тестеры, вам нужны технические писатели, которые там напишут для пользователя, как пользоваться продуктом и будут сопровождать поддержку. Вам нужна поддержка, вам нужны системные администраторы, вам нужны люди, которые будут заниматься внедрением. И вот так вот по пунктикам дальше. Интегратор это представляет все в одном окне и позволяет вам довольно быстро масштабировать продукт. Очень многие компании начали свои проекты примерно по следующей схеме. Где-то нашли деньги, заказали в интеграторе прототип. А нет, там даже по-другому чуть-чуть. Заказали у знакомых разработчиков прототип с картинками, они их на коленке сделали, потом они этот прототип продают клиентам или под обещание берут деньги. Идут в интегратор, делают первую, вторую, третью версию продукта. Потом начинают считать деньги, понимая, что это слишком дорого, и делают свой центр разработки. Минусы, собственно говоря, здесь все основные описаны. То есть это ценник, сверхвысокий ценник. Навязывают вендорские решения. То есть интегратор, это часть его прибыли, продать вам вендорское решение с дополнительной прибылью для себя. Если вы посмотрите, каждый из интеграторов имеет кучу всяких сертификатов. Там золотой партнер этого, бриллиантовый партнер другого, звездный партнер еще кого-то. К сожалению, все это сказывается на цене проекта для конечного потребителя. И еще одним важным минусом, это то, что невозможно развивать в интеграторе продукт. То есть с вашей стороны, как разработчика, до вас никогда не дойдет какая-то новая идея продуктолога из компании-заказчика. У вас будет очень нудная и, возможно, даже тупая работа. Но вы получаете, получается, нестабильные деньги, может быть, даже выше рынка. Что такое Body Shop? Это специальный подвид интеграторов, который все, что делает, это перепродает вас конкретному заказчику. Он не держит вас в штате, если у вас нет проекта, он не дает вам никаких гарантий. И он очень жестко контролирует вашу жизнь и вашу работу. Как правило, Body Shop продает вас какому-то западному стартапу или банку, получает при этом примерно половину всех ваших денег. Из бонусов, которые он вам дает, это упрощенные налоговые процедуры и возможность прыгать с проекта на проект. В интеграторах вы это делаете редко. Как правило, если вы приходите на проект, и он длинный, никуда вы с него не уйдете, потому что вы проплачены на определенное количество месяцев. Из серьезных минусов Body Shop. Первое, вас заставляют делать быстро очень плохие продукты. Люди, которые там задерживаются более чем на год-полтора, очень сильно теряют репутацию. Потому что они видят, что они работают на мусорку или в мусорку напрямую. Второе, то, что качество их продукта, мягко выразимостно, оставляет желать лучшего. И они делают очень некрасивые вещи с юридической точки зрения. То есть вы умеете... Вы очень часто толкиваетесь там с вырастом кода. То есть вы можете сделать там для 10 банков плюс-минус один и тот же продукт. Один банк за него платит полностью. На всех остальных вы получаете прибыль. Вроде бы схема интересная, но проблема в том, что в какой-то момент она все скрывается, и это заканчивается судами, потерей репутации и потерей лица. Так что будьте аккуратны. Из таких вот бодишопов можно выделить, наверное, Люксофт, Епам. Это самые такие приличные, я бы так сказал. Появились бодишопы в регионах. Там Иваново, Самара, Новосиб, Барнаул. То есть везде, где есть более-менее какой-то ресурс люди хорошего образования, там они появляются. Новый игрок, которого не было практически 20 лет. Госкорпорации долгое время жили исключительно на зарубежном софте и жили на зарубежном консалтинге. У нас появилась огромная прослойка интеграторов. Благодаря подобной схеме большинство интеграторов живут на прибыли по адаптации западного софта в российских компаниях. В 2014 году началась ползучая история с блокировкой сервисов и так далее и тому подобное. В результате госкорпорации встали перед фактом, что им нужно создавать собственный продукт, собственную разработку, собственные сервисы, и это требует персонала. Но подходят они к этому удивительно странно. В качестве примера есть компания Ростех. Все в ней прекрасно. Но у них ценники сильно ниже рынка. Многие бы хотели туда пойти. Это стабильная, спокойная работа. Да, иногда даже очень интересные задачи. Но вам нужно кормить семью и вам нужно платить ипотеку. Зарплаты, которые вы будете получать там, у вас получится с большим трудом. Но корпорации ввиду нехватки людей начинают повышать ценники. Это прям очень сильно радует. Плюс они открывают различные интеграторы, акселераторы, я бы так сказал, и центры компетенции. То есть они идут в различные вузы, в образовательные учреждения и пытаются там какие-то интересные программы по стажировке предложить, дополнительному образованию и так далее. Так что, если вы хотите долгую, но, может быть, не очень интересную карьеру, может быть, это выбор для вас. Стабильно, спокойно, средний срок работы человека в госкорпорации около 5-6 лет. Стартапы. В России, к сожалению, это не совсем стартапы. У нас нет... Жизнь стартапа выглядит как? Человек, собрав свои ресурсы, делает какой-то там прототип, потом пробует найти клиентов и как бы пруф для своей концепции. В какой-то момент у него там начинают появляться клиенты, что-то там они покупают, они развивают продукт. В какой-то момент они находят инвестиции. И там через 3-5 лет они готовы либо к слиянию с крупным игроком, либо пытаются на горизонте 5-10 лет выйти на биржу. В таком случае основатели получают деньги очень большие. Основной состав топ-менеджмента и людей, которые пришли в стартап, в начале, собственно говоря, сделали его, получают очень большие пационы и основывают следующие стартапы. То есть у большинства разработчиков там в силиконовой долине у них за плечами 2-3 стартапа, ну где-то они там получили опцион, где-то нет. У нас эта схема, к сожалению, не работает, потому что нет выхода на биржу. Единственный выход – это поглощение с большим игроком на рынке. Например, Сберша скупает стартапы, Mail.ru скупает гейм-студии, Яндекс скупает финтех-стартапы. Но проблема в том, что из-за невозможности выхода оценки компании из стартапа еле-еле хватает на основателей, то есть они еле-еле отбивают свои расходы. Поэтому у нас стартап – это такая специфическая история. Большинство из них недофинансированы, то есть ценники там на очень короткий период времени, как правило, выше рынка, потом сильно падают. И из неприятного в том, что это очень серьезная овертайма, постоянная. Я специализируюсь на стартапах и могу сказать, что я уже давно привык к рабочему дню, и по 10, и по 12 часов. К сожалению, я вижу своими родными только выходные, и то не всегда. Но финансово это того стоит. Если вы хотите быстро получить скилл, попробовать какую-то технологию и так далее, обязательно хотя бы раз сходите. Это интересно. Из минусов. Если стартап маленький или на самой-самой начальной стадии, вы не получите опыт работы с хорошими процессами. Но их там нет, к сожалению. И еще один серьезный минус – это то, что вы, скорее всего, не поучаствуете в патентовании или регистрации своих наработок. К сожалению, особенность российской юрисдикции. Мобильная разработка и развлекательные сервисы. Очень интересный рынок и очень интересный клиент. Особенность его заключается в чем? Лет 5 назад это был сверхприбыльный рынок с какими-то бешеными деньгами. у нас тогда очень активно росли Zepta Lab, росла компания Mail.ru, росли там Board Gaming, росли… Как что-то называлась студия-то? Забыл уже. Вот. Прибыли были бешеные. Прибыль стояла из, собственно говоря, продажи продукта, продажи рекламы в мобильных продуктах, развлекательных сервисах. Как грибы стали расти в различные там онлайн-кинотеатры, стриминг-музыки и так далее. Сейчас у этих ребят в 20-м году второе дыхание открылось. Они за счет того, что люди сели на карантин и стали пользоваться их сервисами в среднем в 3-5 раз чаще, чем до этого. Они наконец-то стали отбивать свои деньги. Но они пошли по стандартной медийной схеме и большинство гейм-студий стало вкладывать деньги не только в основной продукт, а в различные медийные активности. Ну, например, там у Zepta Lab появился мультсериал про герои и их мобильные игры. Компания Riot Games идет сейчас в сторону партнерства с Netflix и у них появился сериал Arkane по их хитовой игре League of Legends. Хотя он зарабатывает тоже тембешные деньги. Ну вот. Из интересного. Вас научат работать в этих компаниях очень быстро, очень четко. То есть там очень хорошо быстрые процессы. из серьезных минусов скорее всего вы там не сможете походить на Java. То есть там есть определенная своя культура используемых фреймворков и типовых решений. То есть это там визуальная часть это различные там Unity движки, Unreal Engine, какие-то кастомные еще движки студийные. Если серверная часть, то там где-то C++, где-то PHP, где-то Go, а Java довольно редкий визитер. То есть как правило Java там исключительно где-то на уровне бизнес-аналитики, обработки больших данных и так далее. Но ее сейчас вытесняет Python. Поэтому тут скорее всего вам поработать не получится. Наука и около наука. Это очень спорный такой момент. Я до сих пор помню, когда к нам пришли ребята из Института ядерной физики. И они удушевленно рассказывали, как кто-то из них разработал программное обеспечение для улавливания внутри детектора каких-то частиц. И вот они там сделали кучу научных работ, научный руководитель сделал докторскую и так далее и тому подобное. Но на мой вопрос хорошо у дочь человека как мы это вас использовать сможем. Он сказал знаете, ну я могу делать все. Вот хотите попаяю вам здесь. Хотите говорит там на Си плюс попишу. На тот момент мы искали плюсовика и взяли этого парня. Он оказался таким крепким бойцом и очень хорошо у нас влился объектив. Но это буквально единичный случай. Большинство этих людей, к сожалению, и люди, которые туда устраиваются и попадают, они теряются для рынка, то есть они переходят на другие стеки, они вынуждены там идти в делать научную карьеру. то есть вы не можете там сидеть в ней и не получить хотя бы кандидата. Это, с одной стороны, хорошо, может быть интересно, но, к сожалению, вы этот опыт никак не сможете монетизировать. Промышленность это очень интересный тренд и очень интересный игрок. Как я говорил ранее, промышленность у нас отсутствовала как клиент на рынке больше 15-20 лет. Сейчас у них бурно развиваются центры разработки, некоторые там частные компании делают центры компетенций, интегрируются с госпрограммом по технопаркам и в целом предлагают спокойную, длинную, интересную жизнь. Вот. Например, в нашей компании были заказы от «Газпрома», были заказы еще ряда госкорпораций и корпораций с госучастием. Я скажу, что это очень интересно, то есть у них очень сильно поменялся взгляд на подход к продуктам. если раньше им нужно просто выстроить, чтобы деньги не пропадали, то сейчас они оптимизируют свои бизнес-процессы, они оптимизируют издержки, им требуется новая математика, новая аналитика, новый мат-метод решения задач. И тут открывается огромная область для больших компаний. Они выходят на рынок и готовы биться за людей, предлагают проекты, они на этом зарабатывают. то есть это не история, что автоматизация ERP для того, чтобы у директора появилась на каком-то дашборде плюс один выпущенный бутылка на вашем ликероводочном заводе или служба безопасности поймала еще кого-то. Нет. Они думают, начинают думать глобально. Этот рынок очень быстро растет. Но в него надо уметь войти. Мы как раз являемся одной из компаний, которые на этом рынке работают. Карьерный путь разработчика. С чего он начинается? К сожалению, многие люди думают, что карьера разработчика начинается с выученного языка. первого кода и первых денег. К сожалению, это не так. Карьерный путь разработчика начинается с довольно сложного решения пойти и заняться интеллектуальной работой. Большинство людей к этому, к сожалению, не способны. были очень интересные тесты, в результате которых выяснилось, что люди от интеллектуальной работы перегорают. 90% людей не могут заниматься длительной интеллектуальной деятельностью. Это, к сожалению, научно доказанный факт. Поэтому к разработке нужно иметь предрасположенность и прилагать довольно много усилий. как выглядит стандартный путь. Предположим, вы что-то изучили, что-то там прочитали и вы переходите на первую стадию, вы становитесь стажером или младшим разработчиком, если у вас скилл достаточный, на котором настолько достаточно, что компания на вас может заработать денег. Этот период очень важный, почему? Потому что именно здесь происходит формирование долгосрочных целей у человека. Он выбирает область, он пробует различные методологии, он ходит из компании в компанию. То есть первый год он учится, переходит в медлы, начинает ходить из компании в компанию, в какой-то момент он выбирает себе предметную область, которая ему комфортная и интересна и начинает к пятому году становиться в ней сеньором. Старший разработчик это человек, который может делать на проектах практически все и может заниматься еще таким, я бы сказал, тютерством для остальных людей в команде. TeamLead это также старший разработчик, но который отвечает уже за целую команду. Он встроен в иерархии, у него появляются дополнительные административные задачи и его должностные инструкции. Иногда люди идут не в TeamLead, а в архитекторы. Архитектор отличается от TeamLead тем, что как правило он не привязан к проекту и занимается исключительно на стадии контроля продукта и проектирования. То есть он работает с бизнес-аналитиками, делает примерные оценки и так далее. И по составленной им документации разработчик пишет код. через некоторое время, как только человек освоится с командой и административными особенностями, он либо идет в Project Manager, но это типовой такой ход, то есть он достаточно взрослый, чтобы принимать решения, либо идет в более высокий класс архитекторов, это solution архитектор, то есть те, кто может спроектировать уже не конкретное решение, а целую экосистему. Как правило, это не требует каких-то супер навыков, это просто требует опыта. Некоторые люди после PM-ов либо там повышают свои компетенции и постоянно выращивают там проект за проектом, сегодня у вас там проект на полмиллиона долларов, завтра у вас на миллион, там через три года вы уже окучиваете проекты, которые имеют бюджет 10 миллионов долларов. Для большинства на этом карьера заканчивается, к сожалению. есть редкие люди, которые остаются у разработки и у них появляется очень большой пласт работ по исследованиям, развитию продуктов и так далее. Это CTO. Люди становятся CTO. Но, к сожалению, CTO вы не можете быть вечно. У вас начинаются возрастные моменты и в какой-то момент очень многие люди на этой позиции начинают лениться. Доходят до смешного. Люди перестают следить за трендами, развитием технологических линеек, развитием ведерских продуктов. И по факту в какой-то момент компания начинает на них терять деньги. В этот момент у людей есть два варианта. Первое все-таки взяться за голову и продолжить свой путь. Второй момент уйти из профессии. Есть даже такая шутка, что CIO это Chief Infrastructure Officer финальная стадия любой IT деятельности. Яндов карьеры и все остальное. У некоторых людей это действительно случается именно так. Они уходят из специальности или резко меняют область работы. чаще всего выбирают менеджерские позиции, выбирают бухгалтерские какие-то там компоненты, потому что они прекрасно знают производство, они к этому моменту знают бюджетирование проектов или уходят в консалтинг. Есть процентов 20, которые берут небольшой отпуск, кто как, на полгода, год, и они возвращаются уже разработчиками. Это уникальный случай для России у нас так не принято. Но в больших корпорациях вроде Microsoft и так далее, я надеюсь, что мы до этого дорастем, кстати, эти люди приходят и до пенсии работают разработчиками, и они получают огромное удовольствие в своей работе. И когда их спрашиваешь, как и почему вы вернулись, там еще что-то, они вам рассказывают фантастические истории личного роста и повышения твое порядок в жизни. Если вам интересно, есть такой замечательный блок, точнее, был замечательный блок, персонажа, который работал в компании Microsoft над созданием Excel, Джоэл Столски, он основал потом компанию, написал сервис по коллективной разработке, по сути, тогда это такой task-трекер вместе с репозитарием и получился такой а-ля Jira. И он рассказывает как раз об этой трансформации. Это очень интересно, послушайте именно, что вас ждет через 15-20 лет. Прочищает мозг, хорошо. Есть другой вариант, когда люди уходят не в разработку, а хотят остаться в IT, потому что они прекрасно шарят, но при этом не хотят много работать и хотят иметь какой-то нормированный рабочий день. Они идут во фрилансеры, в админы и так далее. Есть на рынке довольно большое количество сейчас людей, у которых карьера пришлась на конец 90-х, начало 2000-х. Это пик расцвет карьеры. И я довольно много из них вижу сейчас в виде крутых девопсов руководителями компаний, которые занимаются тестингом различного программного обеспечения и так далее. Кто-то в крипто уйдет. Ну, то есть люди не уходят из области. В IT есть разработчиков есть одна супер классная вещь, которую вы практически нигде не увидите. Ну, то есть ее практически невозможно получить в других областях. Это удовольствие от сделанного результата. это очень притекательно для среднего человека и очень интересно для людей с возрастом. То есть вы не просто получаете быстрый результат, признание и так далее, а это длится. Вы за это получаете приличные деньги. Product Owner. Как правило, эти люди уходят из Product Owner в основатели стартапов, то есть они до Team Lead по классической структуре идут, потом переходят в Product Manager, занимаются бизнес-аналитикой, бизнес-метриками и увлекаются работой с клиентом. Потом они начинают переходить в Product Owner. Это людей, которые полностью развивают продукт и сфокусированы на бизнес-показателях продукта. Техническая часть уходит потихонечку на второй план. В какой-то момент этим людям начинает не хватать денег в компании, они уходят в собственную бизнес. Есть консервативный путь. он в принципе тоже неплохо кормит. То есть человек доходит до темлида и по факту останавливается в развитии. У джавистов это получается нечасто, но это типовой карьерный путь у ребят например в PHP, в 1С и так далее. То есть они доходят до руководителя группы и на пенсию они выходят руководителем группы. Да, у них там появляется дополнительный скилл по оптимизации процессов, куча наработок. Они делают свою работу очень эффективно. У нас в компании есть такие люди. Это очень интересные люди, персонажи, с которыми интересно поговорить. Да, иногда они что-нибудь такое интересное вспоминают, бородатые, но в целом никто не умирает. Всем нравится. Минимальный набор навыков для трудоустройства. За последние годы, как я говорил, порог вхождения специальность резко уменьшился. Уменьшился до смешного. Если раньше вас не принимали, если у вас там нет сертификатов, потом вас не принимали из-за того, что вы чего-то там не знаете, то на сегодня входной билет в работу на Java выглядит вот так. То есть вам нужно знать базовую Java. желательно 8+, почему-то потому что на ней довольно много софта до сих пор написано и пишется, поддерживается в принципе. Если вы посмотрите на то, как развивается Java за последние лет 5-10 после того, как я купил Oracle, то вы видите, что изменения от версии к версии довольно минорные. То есть у вас появляется синтаксический сахар, у вас идет миграция в область функциональное программирование, появляются дополнительные механизмы оптимизации работы виртуальной машины, но большинство из вас на этом уровне вы даже этим воспользоваться не сможете. Поэтому работодатели говорят очень просто, нам нужно, чтобы вы понимали базовую Java, работу с коллекциями и так далее. Практически обязательным является Spring. На момент прошлого года сформировалась очень интересная история. Так как все компании начали оптимизировать свои команды разработки, и нужно было нанимать людей массово, то компании сократили количество продуктов, которые они требуют от соискателя. то есть если раньше вам нужно было знать десяток продуктов по базам данных, каким-нибудь поточным процессингам, каким-то специфическим библиотекам, там, так далее, то сейчас говорят, вы Java знаете? Знаем. Чем там абстрактный класс от интерфейса отличается? Знаете? Вы говорите, знаем. Ну, все прекрасно. Вот. Из нетипичных требований это все чаще просят, чтобы кто-то, чтобы разработчик знал новое решение. То есть это решение, где, то есть это база данных, где у вас идет, есть собственный язык для составления запросов и собственная механика выборки и препроцессинг результат. Вот. Также вам вас просят там знать стэк несколько, одно-две библиотеки Apache, как правило, Apache Foundation. Вот. И знать архитектурные паттерны, чтобы вы могли читать документы, которые пишет архитектор. что у нас получается на миддл-левеле. Ну, не на миддл, там уже, когда вы плавненько приходите в сеньор-девелопер. Во-первых, у вас появляется огромное количество библиотек из предметной области. где-то это синхронное взаимодействие, где-то это различные системы сбора метрик или там специфические математические вещи, где-то это системы машинного обучения, интеграция с ними. Обязательно установится знание облаков, это различные в первую очередь облачные базы данных. У нас на удивление очень активно сейчас применяется Яндекс.Кликхаус. Они совсем недавно сделали это в виде облачного сервиса. Например, пару лет назад мы участвовали в деплой очень интересного комплекса для телеком компаний, одного из лидеров рынка. Им нужно было хранить информацию о историях телекоммуникационных транзакций. И у них эта база была распределенная и они выбрали Яндекс. Да. И у них они сделали запрос на создание огромного кликхаусу на 50 терабайт. Нет, не на 50, а на 50 петабайт. 50 петабайт. Вот. Некоторые компании требуют в обязательном порядке здесь уже знание дополнительных языков, то есть это Kotlin или Python. Python чаще всего в Big Data проектах используется, потому что очень многие там проекты развиваются только на нем, к сожалению, и не переносится на Яву. И с вас требуется уже знание архитектурных вещей, паттернов проектирования и базовое понимание экономики проекта. Если вы настолько продвинулись, что вам нужно уже идти, вы чувствуете, что вы можете стать пиемом этих видов, то в первую очередь на рынке сейчас востребованы различные решения для ML и аналитики. Это облачные решения в основном или стендалон, которые можно в закрытых контурах использовать. Также у вас появляется новая фишка, это требования по пресейлам. То есть вы должны быть достаточно хорошо подкованы в разговоре. с чем вы столкнетесь при отборе людей? Большинство людей не имеют профильного образования, поэтому если у вас профильное или околопрофильное образование, вы резко будете вырываться вперед при наименном работе. ваше постановка речи, описание ваших обязанностей и так далее будет резко отличаться от человека, у которого, например, первопедагогическое образование. Контраст очень хорошо чувствуется, поэтому не стесняйтесь. если вы наоборот имеете гуманитарный бэкграунд, обязательно постарайтесь почитать какие-нибудь курсы лекций по информатике или алгоритмам или еще что-то, чтобы вы потихонечку перенимали лексикон. У нас есть уникальная ситуация на рынке. Она до сих пор сохраняется и благодаря этому можно заработать очень приличные деньги. Мы отстаем от технологического ландшафта Европы и штатов примерно на 2-3 года. Поэтому когда вы берете что-то изучать, можете просто посмотреть, что у вас сейчас вакансиях на рынках труда в Штатах в Англии набрать себе кейвордов и составить например себе программу изучения новых материалов на ближайший год. И когда вы закончите самостоятельное обучение, вы сможете просить за свои навыки очень большую премию к средней зарплате по рынку. это до сих пор работает, это золотой гусь на российском рынке. У этой ситуации есть обратная сторона. Когда вы начинаете работать на западный стартап, большинство из нас не могут работать, потому что у нас есть технологический гэп. Но мы прекрасно работаем в различных более консервативных компаниях. Это банки, это различные страховые, медтех и так далее. Поэтому обязательно читайте книги, обязательно смотрите зарубежные вакансии, что там указано, что просят, требуют. закрытость разработок, сложность законодательства. По нашему законодательству у нас нет такого понятия, как патенты на алгоритм, у нас есть патент на полезную модель. Полезная модель это какое-то устройство в миниатюре, чаще всего это относится исключительно к инженерным решениям, программное решение тут не подходит. у нас есть в качестве варианта можно запатентовать информационную систему. Это софт плюс железо, но патент очень быстро и просто нарушается просто заменой железа. Поэтому кражи у нас просто феерические. Это одна из причин, почему у нас практически невозможно сделать нематериальный актив, если вы не занимаетесь кино и музыкой и телевизионными программами. Доминирование отраслевых игроков. У нас есть крупные заказчики разработки среди компаний. У нас есть крупные игроки, которые предоставляют сервисы, в частности Яндекс тот же самый с Майлоу. Но у нас единичные компании, которые выпускают собственные продукты. Например, среди финтех собственными продуктами может похвастаться Сберди, Диасофт, ЦФТ. что тут у нас еще на память приходит большого ну наверное и все. И если вы так будете смотреть по каждой области выяснится, что у нас нет игроков на рынке. Из-за этого у нас получается, что вам облегчается трансфер знаний, то есть вы можете монетизировать свои знания переходя от одного игрока к другому, потому что у них они делают плюс-минус то же самое. И некоторые люди делают очень интересно. Они специально меняют работу по истечении года-полутора для того, чтобы просто поспевать к волне увеличения зарплаты на рынке. как планировать свою карьеру и как зарабатывать дополнительно. Первые три года человек, который выбрал IT, к сожалению, теряет деньги. Зарплата обычно ниже рынка, он там проходит стажировки, проходит обучение, вкладывается в образовательные сервисы, где-то там получается бегает между работами. Вот. Как показывали раньше, горизонт планирования желательно оставляет на уровне 10 лет, потому что это позволяет вам профессионально вырасти и не потерять интерес. При этом у вас после 10 лет всегда появляется точка принятия решений, когда вы можете либо сменить предметную область внутри IT, либо поменять степ технологий, либо перейти в менеджерский трек и, собственно говоря, уйти уже в сторону управления и административной работы. Из настоятельных рекомендаций избегайте работы без контрактов и оформления в штат. Налоговое законодательство у нас довольно серьезное, поэтому вы можете нажить проблем на обстом месте. Еще качественно настоятельная рекомендация через 5 лет начните изучать дополнительные 2-3 языка программирования или выберите новую предметную область, которая у вас будет хобби. Без этого, к сожалению, у вас очень резко через 5 лет может стагнировать зарплат. идеальный вариант карьеры для 90% людей. Как я говорил раньше, первые 2-3 года получения специализации, потом 3-5 лет купления компетенции, вы растете как специалист, получаете определенный трекшн в своих проектах, потом у вас растет бюджет, растет зона ответственности к 10 годам, вам приходится делать выбор, по какому треку куда идете, либо вы идете в разработку исследования и остаетесь таким хардкорным разработчиком, либо вы уходите и становитесь очень таким крутым менеджером, но это тоже удается не у всех, поэтому у людей на периоде 10 лет, на периоде 10 лет появляются проблемы с выбором принятия решений, не все к этому готовы. Базовый шаблон резюме большинство людей сталкиваются с составлением резюме не так часто, но работу меняют не часто, меняют у них компетенции обновляются не очень часто. Что в обязательном порядке должно включать резюме? Первое это небольшой рассказ на несколько предложений о том, чем вы занимаетесь, куда вы хотите идти. Это история больше про карьерный фокус и больше для кадровика, нежели чем для вашего непосредственного начальника. Хотя некоторые делают на этом фокус, потому что по факту это является таким открытым сопроводительным письмом. Второй пункт. Набор ключевиков библиотек, которые вы знаете, инструменты, которыми вы пользуетесь или имеете опыт пользования. это обязательный пункт и многие пренебрегают. В результате получается, что их банально не находят в огромных базах кандидатов. И человек может оставаться без работы довольно длительное время. Вот. Что в описании вакансии? Не вакансии, а место работы. Очень многие пишут компанию и пишут что-то вроде «Я был программистом, мы делали приложение или сервис». На этом описание добавляют сервис для бухгалтерии, сервис еще чего-то. Но для меня, как для работодателя, это не информативно. Поэтому я не могу делать выбор на основании вот этого. Мне желательно посмотреть краткое описание проекта, что вы конкретно там делали на этом проекте и персональное достижение, что конкретно у вас получилось сделать хорошего на этом проекте. Если вы где-то в отраслевых конференциях еще где-то участвовали, приложите ссылку. Это серьезно вас выделит на фоне всех остальных конкурентов на рабочее место. Не стесняйтесь, что у вас 2-3 позиции в списке. Это неважно. Главное, как вы ее подаете. Максимальный объем 5 страниц. Больше никто не читает. На моей памяти однажды мне сотрудник прислал, кандидат прислал резюме 26 страниц. Мы осилили первые 11, потом уже забили. Это было очень неприятно. Есть научитесь делать краткое резюме. Для чего оно нужно? Многие работодатели, когда вы приходите к ним на собеседование, у них перед работодателем вас может пройти за день 5-10 человек, а то и больше. И они начинают путаться. Поэтому если вы вместе с собой принесете краткое резюме, где кратко расскажете о том, что вы умеете и кто такой, это будет большой плюс для вас в лице работодателя. Сокращение подвергается по сути третий пункт. Вы можете его сделать либо сократив, выбросив ряд пунктов и оставить только краткое описание проекта, две-три строчки, что вы там делали и набор технологий для поисковиков. Чем больше один и тот же ключевиков повторяется, тем выше вас поднимают выборки поисковой, тем с большей вероятностью вы проходите к первой экрану, два экрана. Есть хак. Если у вас много похожих проектов вы можете сгруппировать их по предметной области, например, что я делал в телекоме. И кратко расскажете, что вы делали в телекоме 10 лет и чего вы там добились. Поэтому я составляю чаще всего резюме с вот такой группировкой. Почему? Потому что у меня телеком, финтех, оттех и мартех. И для людей гораздо проще, если я рассказываю конкретно по области, которая их интересует. Вот. Для тех 40 человек, которые остались и досмотрели, спасибо вам большое, ребята. Для вас самая большая вишенка. вот это мой персональный фильтр при отборе кандидатов на должность медла. Плюс-минус он совпадает с базовым фильтром отбора у всех кадровых агентств в Москве. Везде, где бы я ни пришел, в процессе разговора кадровик уточнит ровно первый список. Если вы не сможете рассказать об этом или как-то споткнетесь, гарантированно вы не пройдете дальше. Поэтому первое это чтобы были там заполнены личные достижения и хорошее описание. второе это использование ключевых слов прям обязательно без этого никуда. И одна из тонкостей, которые за которых возможно ваше резюме отклоняется рекрутерами это обращайте внимание на срок работы на конкретных позициях. Кадровики очень хорошо знают где и сколько вы в среднем должны работать. То есть они знают что например большинство компаний в этой предметной области испытательный срок 3 месяца или полгода. Если вы летаете на 4 месяц или на 5 с большой вероятностью человек не прошел испытательный срок. Если вы идете и у вас все ваши работы кратно году полугоду еще что-то кадровик делает вывод что вы не проходите внутреннюю аттестацию в компании. И на основании этого он может легко завернуть ваше резюме. Во-вторых смотрят в каких компаниях вы работали. Различные госкомпании пенсионные фонды это еще что-то может быть красной тряпкой для работодателя. В некоторых компаниях принципиально не принимают людей из этих компаний. Я рассматриваю таких людей с большой осторожностью, потому что эти люди как правило тихо, спокойно, приятно сидят и деградируют довольно серьезно. По фрилансу старайтесь это исключить из резюме. Если вы не занимаетесь этим как-то сверх профессионально и не зарабатываете на этом серьезные деньги. Это красная тряпка для большинства потравяков. то есть и многие люди, когда вы доходите например до оффера и так далее, ваш начальник может чувствовать себя неуютно. Особенно это в западных компаниях. Это какая-то серьезная боль. То есть вы наступаете на пятки человеку, говорит, что вы успешнее его и из-за беды он просто вас не берет работу. Поисковики почему прибыль не падает. Но наверное самое важное это то, что типовой путь чар стартапа в России начинается с кражи базовой вакансии кандидатов. Это популярный бизнес. Кто-то продает, хердфандер постоянно с кем-то судится. Интересно здесь то, что новые стартапы появляются периодически раз, два, три года появляется новый стартап, который обещает какие-то фантастические условия и чувствительность по отношению к запросам пользователя. Это интересный повод. Из последних таких стартапов называется G-Mate. в качестве плюшки, которую они предоставляют. Это персональный консультант карьерный и составление за вас краткого содержания, краткой версии резюма, которую читает работодатель при отправке герметрика. Что в России у нас по интересным ресурсам? Во-первых, основной сайт, через который проходят 80% айтишных работ, по-прежнему у нас является HeadHunter. Дальше у нас идет Hapr с его преданным комьюнити. и немножечко там позади где-то проекты Мэйла и различные телеграм-каналы. Раньше было каналов, где вы могли оставить резюме и поискать работу гораздо больше. И SQL.ru, и MSDN.ru, и много чего. Но по факту получилось, что аудитория туда мигрировала и там остались только возрастные товарищи, то есть рекрутеры туда заходят очень неохотно. Где брать описание вакансий в США и Европе? Можно посмотреть на Глаздоре и Монстре. Это топовые сайты в США, через которые люди ищут работу. Причем в Глаздоре одна из особенностей в том, что очень много около айтишных вакансий. В Монстре есть четкое разделение либо айти, либо какие-нибудь маркетинг релайтед вакансии. Тьюринг позиционирует себя как стартап, который пытается дать соискателю уникальный экспириенс по уникальным опытом поиска работы и вакансии. Индит занимается всем подряд, но в Европе и США очень активно пользуются линкедином и группами. Очень многие люди специально для поиска работы поддерживают свой линкедин профайл, поддерживают свой стак оверхлоу профайл, стараются отвечать на вопросы новичков и так далее. В принципе, рекомендую потихонечку включать свою рутину посещения этих ресурсов, хотя бы раз в полгода для корректировки своей обучающей программы, которую вы должны составлять для себя самостоятельно. Наверное, по поиску вакансии это все. Почему может быть интересна стажировка? Стажировка это новая история в российском IT, то есть буквально лет 5 назад ее толком не было, как история успеха. История успеха стала года три назад, когда люди, прошедшие стажировку, прошедшие первые пару ступеней работы в компании начали показывать очень хорошие результаты. Стажировка строится по следующему принципу. Вы приходите в компанию, ознакомитесь с процессами разработки, реальными проектами, изучаете технологические особенности бизнеса, разработки программного обеспечения, предметную область изучаете. Так как вы стажер, вас особо много не требуют. Вы можете посвящать огромное количество своего времени изучению документации, книг, изучению каких-то старых проектов. Это уникальный опыт, который вы не сможете получить в стенах учебного заведения. И это тот маленький период вашей жизни, когда вы можете посвятить этому довольно большое количество времени. Позже по карьере вы этого сделать уже не сможете, потому что у вас появятся более сложные задачи, появляются сроки, появляются экономика проекта, вы можете очень сильно просадить проект, если вдруг вы начнете посвящать треть своего рабочего времени изучению документации каких-то там около проектов или заниматься прототипированием. Вот. У нас сейчас открыто несколько вакансий на проектах, связанных с машин леонингом и искусственным интеллектом мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов и оптимизацией математических моделей производства. Кроме этого, у нас там есть логистика среди клиентов, очень интересный проект вплоть даже с космоса и военки, вот, очень много частных компаний, вот, вы можете переключаться с одного заказчика на другого, можете получать, ну, то есть, у нас есть в качестве основателя профессор Петр Скобелев, он довольно известный человек, и он является одним из двух рецензентов по искусственным интеллектом, темы, связанным с искусственным интеллектом в Российской Федерации, международно признанным, вот, от него исходит огромное количество энергии и идей, поэтому даже просто приобщиться к этому потоку интересно будет для многих, вот, если у вас есть вопросы, я с удовольствием выслушаю, у нас были некоторые вопросы в чате, я вот смотрю сейчас, Java или Java, Java, если вы сомневаетесь в произношении, послушайте какого-нибудь спикера с иностранной конференции, так, у меня еще вопрос по поводу стажировки по направлению Java, есть ли сейчас такие позиции активные? да, есть у нас сейчас активные позиции у нас стартует несколько прототипов, они стартуют прямо в декабре и заканчиваются там стадии прототипирования в марте, есть несколько проектов с двух-трех годовым трекшеном, соответственно тоже вот по вашим контактам можно откликаться если у нас есть желающие, да? Про лоу-код Сергей лоу-код к сожалению интересный тренд, но он неприменим для большинства проектов, то есть это уникальные проекты, где вы можете заниматься серверлес или лоу-кодом, очень многие идут в DevOps, это очень интересно. Из руководителя IT у архитектора да, можно, вы можете стать архитектором решений в 1С, тоже неплохой вариант. Вот в промышленных компаниях сейчас очень активно востребованы эти люди, то есть они уже им надоело строить ERP, они сейчас занимаются различными системами вокруг 1С для работы, например, мы делаем для завода систему маршрутизации их транспорта, логистики, вот, и у нас часть разработок проходит в 1С, они очень активно развивают эту тему. патентно поверенные патентно поверенные это уникальный сервис и это чистый консалтинг. Если вы сможете сократить и стримлайнить сервис получения патентов и избавить компании от 2-3 месяцев беготни между регистрационной палатой и чем-то там еще, поможете им сделать, например, выборку своего кода и оформления, это хороший бизнес, у нас, к сожалению, им мало кто занимается, а те, кто занимается, делают это из рук вам плохо, поэтому вы бабки получите точно, гарантированно. Так. по нефтянке и энергетическим отраслям. Энергетики ребята такие закрытые, по нефтянке проектов огромное количество, например, вот в этом году мы работали с Газпромнефтью, у них очень интересные проекты по концептуальному проектированию, оптимизации, очень интересная тематика. По джава-скрипту, джава-скрипт, к сожалению, все умирает и все не умрет. Сейчас народ с джейса портирует проект на тайп-скрипт, вы можете заскочить еще в этот вагон, почему, потому что смена языка, но она еще происходит, она затянулась из-за кризиса, вот этого карантина. Мы, например, искали как раз в начале осени людей на TypeScript, и я с удивлением для себя узнал, что большинство людей его не знают, хотя тренду вроде бы уже лет пять, и многие компании начинают уже делать TypeScript онли продукты в библиотеке, поэтому TypeScript интересная история, единственное, что нода теряет разработчиков очень сильно. Куда деются люди после 45 лет? Классный вопрос, это моя любимая тема. Идут PM-ы, идут консалтеры, садятся на поддержку. в Штатах Европе они занимаются очень активно около IT-консалтингом, тестированием и IT-сервисами. И они в этот момент, как правило, к 40 с небольшим находят какую-то маленькую такую интересную жилку и садятся на нее очень хорошо. Но у нас, к сожалению, с этим сложно. То есть вам нужно найти нишу на 45+. Либо успокоиться, выдохнуть и попытаться изучить новый язык и так далее. Сергей, я считаю, что это прямо обязательно. То есть у нас, например, 1С интегрируется с Кавкой, 1С очень так смотрят с удовольствием на Spark для бизнес-аналитики. И таких проектов интеграционных все больше и больше. Кубернетисом, к сожалению, 1С занимаются мало, потому что большинство из них принципиально не приемляет Linux-платформу, но Кубернетис на Linux-е это хлеб-масло и икра для очень многих людей. Легалтех. Легалтех у нас очень сильно зарегламентирован. По опыту скажу, что две компании гарант и консультант захватили справочную нишу и пытаются делать различные автоматизации дела производства, но проблема в том, что в какую бы компанию, у меня сестра юрист, в какую бы компанию она не пришла, у них просто хаос с легалтехом, поэтому я думаю, что его ждет расцвет, но чуть попозже, когда восстановится экономика и начнет резко расти вопросы по уменьшению издержек на юридическую часть. 40 охренительный возраст для смены направления. Посмотрите, пожалуйста, языки там вроде Go и еще что-то. Они могут быть вам интересны и ценники на этих людей стартуют с 300-400 тысяч, так что вы можете хорошо поправить свои финансы. Смотрите, по архитектуре ПО есть огромное количество книг, которые до сих пор не устарели. Это чего только стоит товарищ Фаулер с его двумя книгами по архитектуре, программ архитектуры продуктов и синхронным но месседж архитектурам, которые сейчас собственно говоря начинают в трендах очень активно отмечаться. Читайте буквари. Swift практически бессмысленно учить по одной простой причине. миграция iOS на Swift разработку до сих пор не закончена. То есть люди, которые делают проект на Swift приходят к пониманию, что больше 50 процентов кода у них появляется на... они вынуждены писать на Objective-C. Почему? Потому что ряд рычагов в Swift просто не выведены. И десктоп-приложения на Swift к сожалению работают исключительно под Mac. То есть качество и развитие это очень современный язык, но если вы хотите заниматься мобильной разработкой, нужно смотреть очень аккуратно. В Swift появляется сейчас новая тема. Это различные ML задачи. Поэтому я думаю, что с развитием процессоров у Apple мы увидим интересное развитие Swift тайм в сторону ML. Я предлагаю еще на последних два вопроса ответить и уже завершать. Окей, SharePoint SharePoint все плохо. SharePoint выдавливается и продукт Microsoft к сожалению в корпоративном сегменте кроме делопроизводства собственно говоря все провалились. Попытка хоть какой-то там выбрать долю рынка сейчас сделана на Азоре и облачном офисе 365, но 365 нормально SharePoint не поддерживает. Мы, например, отказываемся от SharePoint хотя по старой доброй памяти Basic к сожалению никогда не устареет. Я бы хотел его похоронить но он не устарел. ВБА по-прежнему является хорошим скиллом. Единственное, что вы постоянно будете конкурировать со студентами а студенты вас нажмут по деньгам. Дельфи знаете класс. Ну что, если вы знаете Дельфи вам родным будет C-Sharp и TypeScript у них архитектор языка и там и там один и тот же человек поэтому по фан приходите. Михаил, предлагаю на этом останавливаться потому что правда вопросов много а время наше ограничено. слушателей правда такой большой интерес к этой сфере мы подумаем может быть нам провести еще один такой семинар. Хочу поблагодарить всех кто сегодня принимал участие онлайн и спасибо за ваши вопросы Михаил спасибо вам за такое развернутое погружение в рынок IT в ту ситуацию которая сейчас в нем происходит за такую подробную аналитику думаю что многим слушателям это поможет сориентироваться и будет очень полезно. Да вы главное не пугайтесь деньги войти вы всегда заработаете коллегам поэтому неважно во сколько вы туда входите от полтинника до 100 вы будете иметь всегда. Ну такое наставление я вам желаю хорошего обучения ждем вас на наших курсах и до встречи на других семинарах спасибо ребята всем